Ещё одна несильная сторона моего творчества, ну не творчества, наверное, сочинительства, это любовная лирика. Потому что я как-то всегда переживал даже по этому поводу. У меня есть старшие товарищи, как правило, у меня все товарищи старше меня, без исключения детей. И, как говорится, мой товарищ старший Андрюш Анпилов, не смотри, что такая фамилия, не самая, но зато он как Сахаров Андрей Дмитриевич, милейший человек, вот он сказал, ну ты же, говорит, практика, пишут теоретики. С годами как-то переходишь в другую категорию. И поэтому, когда я отметил 50 лет, я написал себе посвящение, потому что надо привыкать, как мне сказали, к новым болезням. Я стараюсь это делать заочно в песнях, чтобы потом не было так обидно и больно при жизни. Чай. Как могу из публики его выводить, попробовать, так сказать. И вот я, когда отметил себе 50 лет, и причем я написал такое, как-то само собой замечу, пришло второе полувечье. Такой страшный человек. Вот, написал себе эту песенку и уехал на гастроли в Америку на всякий случай, чтобы дожить до 51 года. И по дороге, значит, начал писать посвящение жене, которая исполнилась как раз к тому времени, 30 лет совместной жизни со мной. И хотел выяснить, кто у нас кто, потому что я-то всегда встаю где-то ближе к обеду, как Дельвик. А она с 7 утра до 11 вечера где-то там пашет, трудится, но денег не зарабатывает. Но я хотел так написать стишок, написал вальс. Потом понял, что это не вальс, а романс. Потом понял, что даже не романс, а какой-то гимн матриархата. И даже решил музыку не вставлять и сделал просто таким небольшим, как сказать, эпиграфом, посвящению себе на 50 лет. А кому написал, как раз отъезжая из Москвы, я даже в Израиль, я посмотрел, что я регулярно, каждые 8 лет приезжаю к вам в эти теплые края и написал. Давно в Израиле я не был, лет это к 8. Пора туда бы съездить, мне бы. Да вот не просят. Конечно, я не Розенбаум и не Митяев, а может быть, своих навалом там разгильдяев. Я памятник собственному разгильдяйству. Живу себе в сласть и не переживаю. Жена на работе, а я по хозяйству. Она на заводе, а я вышиваю. То крестиком я вышиваю, то гладью, покуда она на станке оточит гайки. А после готовлю, стираю и гладью, воды в рот набрав, гладью шторы и майки. А вечером ужин по третьему разу. Я грею на кухне пустой, сиротливо. И жду не дождусь, когда же эта зараза вернется домой после кружечки пива. И видишь ли стресс надо снять после смены. Травя просли кровь, нехорошие байки. А мне изнывает подлый измены, воды в рот набрав, гладить шторы и майки. Когда она ночью за дверью скребется, в замочную скважину не попадая. О, Господи, дай мне терпение горца, всего терпеть это в кастрюльку рыдая. И фартуком горькие слезы, утерши, счастливым умело прикинувшись, мужем спросить, как работа, и что там у тещи. Услышав в ответ, что загадочный ужин, супруга храпит у стены, как от тела. Поглажены майки и прибрана хата, обнявши жены необъятное тело. Вижу, словно памятник матриархата. А по ночам ко мне приходит домовой, приносит виски и вонючие сигары. Я узнаю его всегда по перегару и аромату старой дрядки половой. Кряхтя, как ежик на высокий табурет, он забирается с ногами по-турецки. И бакенбарды растопырив, как дворецкий, он начинает свой нехитрый этикет. Сначала первый со свиданницем, за встречу, и сразу видно, что ему уже полегче. А значит, сразу же здоровье повторое. И вдруг откуда ни возьмись, возьмутся свечи, и сам собой пропадает геморрой. А поутру на кухню хмурая, как черт, и неминуемая, как до прозвуки стапо. Жена заходит под шуршание старых тапок, и от предчувствия в душе тетты щелк, кто хоть однажды это чувство испытал. Не упрекнет меня, надеюсь, в малодушье, и пусть я даже не чужой, а даже муж ей, я предвкушаю в лучшем случае скандал. А между тем, помевали в стихо, засиделся, мой дымовой куда-то сам собой уделся, признаться, тот еще стеснительно герой. И когда так тик, так не в так стучится сердце, и возвращается обратно геморрой. Так словно море, то прилив, а то отлив, дневной недуг уходит ночью безвозвратно, но каждым утром возвращается обратно, как бывший муж про то, что бывший, позабыв, так раздражает всех паршивый овца. А вот расстаться с ней, признаться, очень трудно, так возвращается, наверное, верный сын блудный, объятья старого, разбитого отца. И никуда мне, как отцу же, не деться, виной всему мое лирическое сердце. Видать, до смерти с ним придется пуковать, стучит оно во мне, как в колокол свой герцан, не уставая, милость к падшим призывать. А по ночам опять приходит домовой, и начинается ночной мой геморрой. Вообще-то врач сказал, что ко второму отделению разойдется голос. Будем надеяться. Спасибо.